Гигантский осьминог, главное чудовище африканских вод, жуткий и ядовитый червь, морской инопланетянин, рыба-аватар и многое другое. В этом выпуске вы увидите самых необычных водных обитателей в мире. Начнем мы с одной удивительной истории, приключившейся с рыбаками из Ванкувера. Мужчина вместе со своими друзьями приехали половить рыбу классическим методом, а также они захотели попробовать специальную ловушку для креветок. Они, конечно, ожидали, что новый механизм их сильно удивит, но чтобы настолько, это явно не входило в их планы. Когда люди в очередной раз доставали ловушку из воды, они заметили на ней просто гигантского осьминога, который ухватился за предмет всеми своими щупальцами и ни в какую не хотел отпускать. Разумеется, что видео вызвало большой резонанс в сети, и множество специалистов захотели выразить собственное мнение на этот счет. Так вот, большинство из них сошлись во мнении, что это был настоящий гигантский осьминог. Так, если что, называют отдельный вид, считающийся самым крупным в природе. Он обитает в северной части Тихого океана, в Японском, Охотском и Беринговом морях, а также у Тихоокеанского побережья Северной Америки. Со слов экспертов, эти осьминоги достаточно глубоководны. Они частенько встречаются на расстоянии до 800 метров, а иногда и до полутора километров. Весит такое чудо природы, как правило, от двух до десяти килограммов. Однако встречаются и рекордные особи, чей вес едва не переваливает за две сотни. При этом длина такого монстра может быть порядка девяти метров. Странно, что такие крупные особи обычно прячутся в пещерах, расщелинах и среди валунов. Я бы на их месте плавал в открытых водах и никого не боялся. Кстати, по поводу осьминога на видео. Что было с ним после, до конца неизвестно, но, насколько я понял, люди его отпустили. Огненный червь. Так зовут следующее потрясающее существо, которое удалось выловить. Согласитесь, название у него необычное. Да и, честно говоря, внешний вид тоже. Встретить огненного червя можно на глубине до сорока метров. Несмотря на то, что он довольно миниатюрный, обычно от семи до десяти сантиметров в длину, бывают и более крупные особи, вырастающие вплоть до тридцати пяти сантиметров. Кроме того, червь ярко окрашен. Мать природа как бы предупреждает нас о том, что шутки с ним плохи. Счетинки нашего гостя полые, заполнены ядом, при прикосновении легко проникают в плоть и обламываются. Нейротоксин, который в них содержится, вызывает у своих жертв зуд и раздражение кожи, отек тканей в месте соприкосновения, а также тошноту, рвоту и повышенную температуру. Короче говоря, хорошего явно мало. Не знаю, насколько нужно быть уверенным в себе, чтобы не просто выловить этого монстра, но и поставить его перед собой, а потом начать снимать. Тем более, что болезненные ощущения от укуса огненного червя длятся более двух часов, затем постепенно исчезают, оставив покраснение, головную боль и другие симптомы. Хоть этот токсин и не приводит к смерти, некоторые потерпевшие говорили, что у них на время терялось зрение, а также появлялись симптомы удушья. Впрочем, ожидать чего-то другого от ядовитого и хищного червя было бы странно, не находите? Радует лишь то, что на людей он охоту не ведет. Основу рациона нашего друга составляют кораллы, актинии и мелкие ракообразные. Так, а теперь пришла пора посмотреть на кое-какой необычный улов, что обрадовал... нет, что сильно напугал всех местных рыбаков. У побережья Нью-Йорка люди выловили вот такого загадочного монстра по форме тела, напоминающего осьминога. Казалось, что это создание уже давно мертво, что это какой-то мутант или гибрид, но уже совсем скоро оно пошевелилось вновь и сильно напугало людей вокруг. Никто даже представить не мог, кем был этот монстр. Эксперты из сети предположили, что это могла быть мутировавшая акула. Другие посчитали, что это новый вид осьминогов, о котором пока ничего не известно. Ну а третьи назвали это водоплавающее чудовище инопланетянином, с которым нужно поскорее кончать. В любом случае, рыбаки так и не передали находку ученым, что не может не огорчать. Думаю, под микроскопом и после ряда анализов, правда, должна была открыться. Хотя, вы знаете, с другой стороны, тот хвостатый монстр вполне мог быть реальным. Мать природа частенько избегает самых необычных созданий, как бы с целью подколоть всех вокруг, заставить сомневаться в себе и в своих знаниях окружающего мира. Другой пример ее чудотворения – это рыба-аватар. Вы просто посмотрите, насколько она необычная, какая яркая и красивая. Ее посчастливилось поймать одному японскому видеоблогеру, о чем он, конечно же, сразу всем рассказал. Забавно, что, несмотря на идеальную репутацию парня, поверить ему был готов далеко не каждый. Слишком уж сюрреалистично смотрелась эта рыба на фоне настоящего мира. Необычный вид подводного жителя привлек внимание даже тех людей, которые никогда не интересовались рыбалкой. Многие стали заваливать блогера вопросами о месте, в котором он поймал это чудо. И хоть с подключением специалистов история стала слегка менее волшебной, желание съездить туда и выловить рыбу-аватара лично все равно никуда не пропало. Ученые заявили, что, скорее всего, это была Таллосома купидона – вид губана, который обитает в северо-западной части Тихого океана от Японии до Тайваня. Необычный обитатель коралловых или скалистых рифов встречается на глубине от 3 до 10 метров, из-за чего поймать его не так уж и трудно. Просто нужно знать место, где он водится. Ну и раз уж мы с вами заговорили о рыбах и о том, как люди планируют их вылавливать, вам стоит узнать о большой тигровой рыбе или же, как ее еще называют, о мбенге. Это очень крупная хищная лучеперая рыба из Центральной Африки, которая вырастает за 130 сантиметров в длину и весит до 50 килограммов. Нетрудно догадаться, что такой крупный улов окажется желанным для любого рыбака, но мбенга – это нечто большее. Помимо крупного создания, в ней четко видно очень вольное, стремительное существо, которое никогда не сдастся без боя. Именно поэтому огромное количество рыбаков считают своим долгом выловить этого монстра хотя бы раз в своей жизни. И если вы думаете, что сделать это довольно просто, знайте, это совсем не так. Помимо тех поразительных размеров, о которых я вам сообщил, у большой тигровой рыбы есть кое-что еще. И это кое-что – 32 острейших зуба длиной в несколько сантиметров каждый. Все они напоминают клыки и с радостью сгрызут что и кого угодно. Причем даже если враг останется цел и сумеет скрыться в водах, это все равно его не спасет. Как бы далеко он не уплыл, мбенга при любом раскладе его отыщет. Эта тигровая рыба умеет воспринимать низкочастотные вибрации от других организмов. А еще она может дышать воздухом прямо с поверхности, в случае, если приключилось нечто внеплановое. В этот момент мбенга зарывается в грязь и смирно лежит. Отдыхает до момента, пока вода вновь не заберет ее в родные условия. Русалки. Да-да, вам не послышалось. Сейчас мы поговорим именно об этом интригующем существе, о котором все давно и прекрасно знают. В Азовском море рыбак поймал вот такое необычное двухметровое создание. С его слов, он ловит здесь уже много лет, и ни разу за всю свою жизнь не встречал ничего подобного. Разумеется, что ошарашенные находкой очевидцы сразу же позвонили специалистам и дождались поддержки. К месту прибыла группа ученых. Они отцепили местность и взяли первичные анализы. После этого русалку аккуратно положили в машину и увезли в исследовательский центр. Каждый из местных, даже тот, кто никогда не увлекался рыбалкой, ждал ответа, как что-то жизненно важное. Всем хотелось узнать хоть какие-то новости об этом странном существе, но ученые молчали, молчат и, судя по всему, будут молчать. Скорее всего, люди просто боятся рассказывать правду. Что, если это вообще никакая не русалка, а, не знаю, инопланетный монстр? Такое ведь может быть. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Кстати, об инопланетянах. Думаю, на эту роль гораздо больше подойдет следующее существо. Рыбак из России выловил вот такое необычное создание, сильно напоминающее гостя с другой планеты. Изначально предполагалось, что это может быть та или иная мутировавшая акула, однако исследования ДНК показали, что кровь этого монстра не имеет никаких соответствий ни с одним из известных ученым видов. Получается, что либо перед нами реальный инопланетянин, либо это настоящий представитель еще неизвестного науке вида. Не знаю, как вы, но я почему-то склоняюсь к первой версии, то есть к пришельцам. Уж больно странно и по-внеземному, что ли, выглядит это чудовище. А как вам кажется? Огромная медуза. После всей этой возни с мистикой, встреча с огромной, я бы даже сказал, с аномальной медузой, это как что-то само собой разумеющееся и обыкновенное. Хотя на самом деле это таким, конечно же, не является. Дело было в водах британского графства Корнуолл. Люди занимались дайвингом и повстречали под водой достаточно редкую медузу размером с самих себя. Вы просто посмотрите на эти кадры, ну разве они не восхитительны? Как предположили эксперты, медузы этого вида обычно вырастают не более чем до 40 сантиметров в диаметре, но в исключительных случаях могут вырастать до 150 и даже больше. Этот факт делает их самым крупным видом медуз британских и ирландских вод. Крупная подводная жительница является умеренно ядовитой, но в то же время она не смертельно опасна для человека. Симптомы отравления включают ощущение жжения на коже, дерматиты и язвы, что подтверждает их умеренную токсичность. Кстати, забавный факт. Знаете, кому совершенно плевать на этих ядовитых и гигантских медуз? Кожистой черепахе. Ученые говорят, что они обожают есть крупных медуз на завтрак, обед и ужин. С одной стороны, это здорово, поскольку воды становятся более чистыми от токсичных существ. Но с другой, черепахи забирают этих медуз от нас, людей, а ведь они используются в промышленных целях. В Азии, например, эти медузы являются источником биологически активных компонентов, используемых в пищевой и медицинских сферах. Согласно одному из исследований, при промывании водными растворами и выделении высокомолекулярных белков из экстракта, можно уменьшить возможные токсичные эффекты из экстрактов медузы и сконцентрировать потенциальные биологически активные компоненты, которые, в свою очередь, окажутся крайне полезными. Психоделическая рыба-легушка. За этим существом авторы следующего видео охотились порядком двух лет. Все они были наслышаны об этих чудо-созданиях, но ни в какую не верили, что смогут их обнаружить. И вот, спустя два года регулярных поисков, их мечта, наконец, сбылась. Вы, наверное, сейчас подумаете, что в этой рыбине нет совершенно ничего особенного, и люди зря потратили свое время. Что ж, вы имеете право так думать. Но что-то мне подсказывает, что уже скоро вы перейдете на другую сторону. Итак, начнем с того, что наша психоделичка относится к отряду удильщикообразных, к тем самым рыбам, среди которых есть морской черт. У него гигантские зубы, ужасная пасть, удочка на лбу. В общем, безобразие максимального уровня. А у нас тут милая разукрашенная рыбка без клыков и уж тем более без удочки. Как так? Почему ученые установили между ними связь и в чем она вообще может проявиться? Что ж, после анализа анатомии, экологии и поведения вида, необычная рыба-легушка была выведена в отдельное семейство, однако с приходом ДНК-тестов все стало на свои места. Изучив генетический код рыбы, ученые породнили ее с теми самыми удильщиками. Пойдем дальше и выясним, почему тогда нашу гостью так назвали. И здесь тоже все достаточно просто. Она реально похожа на амфибию. Вместо чешуи кожа, покрытая слизью. Вместо плавников – лапки, на которых рыба может натурально упрыгать. Наша героиня – один из худших пловцов, что я когда-либо встречал. Тем не менее, ее брюшные плавники имеют крайне мощную мускулатуру, позволяющую использовать лапки для ходьбы по дну или для отталкивания и подпрыгивания. А если нашей гостье вдруг понадобится подняться выше, рыба-легушка начнет выталкивать через жабры воду и создавать реактивную струю. Ну и последний момент касательно психоделики. Тут, думаю, никому ничего подробно объяснять уже не нужно. Камуфляж этой рыбы – как отдельный вид искусства. Причем, если верить ученым, у каждой рыбы этого вида имеется свой уникальный и неповторимый окрас. Выглядит такой камуфляж слегка странно, но, что самое главное, он эффективен. Если враг все же заметит нашу гостью, ему понадобится немало времени, чтобы разобраться в происходящем. Обыкновенный таймень. А о такой рыбе вы когда-нибудь слышали? Это, между прочим, самый крупный представитель семейства лососевых, достигающий двух метров в длину и 80 килограммов веса. При этом живет в пресной воде и никогда не выходит в море. Из-за этого фактора, к слову, популяция данных рыб постепенно снижается. Но не будем о грустном. Давайте лучше посмотрим на этого монстра поближе. Его мощное тело венчает голова, больше похожая на щучью. Эта бездонная пасть распахивается практически до самых жабр, вмещая в себя все, что угодно. Тут вы, наверное, подумаете, что обыкновенный таймень ест разных пресноводных обитателей, и как бы все, но на самом деле он не прочь отведать и сухопутных животных. В желудках взрослых тайменей находили целых водоплавающих птиц, крыс и даже летучих мышей. Наш гость медленно, аккуратно подплывает к потенциальной жертве, а потом резко выпрыгивает из воды и вгрызается в оппонента. За подобную манеру охоты, к слову, его негласно стали называть тигром. Рыба-клоун. Название нашего следующего гостя, как может показаться, должно говорить само за себя. Мол, это будет рыбка со смешным внешним видом, которая отвлекает таким образом врагов и остается целой. Однако на самом деле это не так. Принцип ее выживания вас точно удивит, и сейчас я о нем расскажу. Итак, рыбы-клоуны. Это целый род морских лучеперых рыб, в котором насчитывается под 30 видов. Причем для каждого из них характерен симбиоз с различными видами актиний. Вначале рыба слегка касается актинии, позволяя ей ужалить себя и выясняя точный состав слизи. После чего рыба-клоун воспроизводит этот состав и может полноценно прятаться от врагов среди щупалец актинии. Никто другой туда и не подумает соваться, поскольку иначе они будут ужалены. Наша же гостья остается целой и невредимой. Она будет жить в союзе с этими организмами, вентилировать им воду и уносить непереваренные останки пищи. Эти рыбы никогда не удаляются далеко от своей защитницы. Даже собратьев они здесь не поделают. Как выглядит самая дорогая икра в мире? В чем ее необычные особенности и как ее производят? Узнаете далее в выпуске. Представьте, что у вас есть около 115 тысяч долларов. Очень неплохая сумма денег, правда? На такую можно купить дорогую машину, закупиться брендовыми вещами так, что они и в несколько шкафов не влезут, или приобрести всего килограмм самой дорогой икры в мире. Вовсе не черная, а золотистая. И далее вы поймете почему. Килограмм такого продукта стоит 113 тысяч 600 долларов. Но есть и другие сведения, что одна лишь чайная ложка этой икры стоит 40 тысяч баксов, а килограмм оценивается в 300 тысяч. Как ни крути, икра сверхдорогая. Такую могут позволить лишь очень богатые люди. Называется икра Стротарга Бьянко, а производится она в Австрии. Богачи и гурманы должны благодарить за икру Вальтера Груэля. Это его продукт. Но почему же он настолько дорогой? Тут несколько факторов. Главный заключается в том, что икра добывается из белук альбиносов. Эти рыбы считаются чрезвычайно редкими. Вдобавок к этому, Вальтер использует икру только старых альбиносов, потому что их икринки более элегантные, гладкие и вкусные. Второй фактор дороговизны в том, что белуги-альбиносы разводятся и содержатся не в каких-то резервуарах, как на фабриках, а в экологически чистых реках, берущих свое начало с горных ледников. По заверению Вальтера, это делает икру не только чище, но и полезнее с медицинской точки зрения. Она еще и лучше повышает защиту иммунной системы человека. Когда белуга готова к тому, чтобы дать икру, Вальтер достает ее и делает надрез. Тут ничего удивительного. Вся икра в мире добывается таким же образом. Куда важнее то, что будет происходить дальше. После сбора икринки подвергаются обезвоживанию. Как итог, масса финального продукта уменьшается в пятеро. То есть, условно, если с одной рыбы взяли 5 килограммов икры, то получится произвести лишь килограмм икры на продажу. Только это еще не все. Прежде чем поступить на продажу, икра проходит еще один этап. Ее натирают съедобным сусальным золотом в 22 карата. Получается элитная, порошкообразная смесь из высушенной икры с золотом. Вот теперь можно паковать продукт в красивые баночки и продавать их богачам. Как говорит сам Вальтер, золотисто-желтый порошок можно использовать в качестве присыпки на тост с маслом, добавить в ризотто или пасту, а лучше всего просто есть ложкой. Хотели бы попробовать такую дорогущую икру? Понимаю, ценник просто безумный. Но все же, кстати, цена в основном обусловлена именно съедобным золотом. Благодаря этому ингредиенту и удается продавать икру за бешеные деньги. Но есть еще икра алмаз. По сути, это практически та же стротаргобианку, но уже без золота. Правда, даже так цена на нее безумная. Алмаз – одна из самых дорогих икр в мире. Цена на килограмм варьируется от 25 до 35 тысяч долларов. Как видите, икра снова не черная, а белая или золотистая. И все верно. Это означает, что ее дают белуги-альбиносы. По большому счету, процесс производства здесь такой же, как и с икрой рекордсменом. Иранских белуг-альбиносов, которых в природе осталось очень мало, выращивают в специальных водоемах или горных реках и ждут, чтобы те подросли и постарели. Само собой, все это время за рыбами тщательно следят и ухаживают, чтобы они принесли максимально качественный продукт. Когда в преклонном возрасте белуга начинает метать икру, рыбу вынимают из воды и извлекают ее икринки. После обработки икринки упаковываются в баночки, для изготовления которых используют чистое 24-каратное золото. К банке часто даже идет специальный ключ, которым ее можно открыть. Так производители заботятся о том, чтобы потребители не сломали себе ногти. Гурманы говорят, что икра-алмаз отличается бархатисто-шелковой поверхностью и няжным, слегка солоноватым вкусом. Также по вкусу она напоминает миндаль. Икра не имеет никаких примесей, не отталкивает своим рыбным запахом и просто топовая. Но учтите, если у вас вдруг есть лишние деньги на этот деликатес, не факт, что его получится купить прямо сейчас. В год производится всего несколько десятков килограммов такой икры, поэтому на алмаз есть очередь и даже предзаказы на годы вперед. Какими бы топовыми ни были икры, про которые я вам сейчас рассказал, они все-таки и близко не такие известные, как обычная черная икра. Этот продукт ассоциируется у нас с чем-то люксовым, очень дорогим и аристократичным. Стоит такая икра немало, но тут сложно назвать конкретный ценник. Могу лишь сказать, что по кошельку эта еда бьет нехило. Как же производят этот продукт? Что ж, обычно это делают на специальных икорных фермах, а метод производства, который считается наилучшим, называется забойным. Многие заводы работают по принципу от икринки до икринки. Сначала рыба, а это всегда представители осетровых, идет на нерест, и у нее появляется икра, но ее не вынимают, чтобы продать. Из этой икры выращивают других рыб. Когда молодая особь немного подросла и окрепла, ее отправляют в резервуар. На подобных фабриках таких резервуаров полно, порой больше ста штук. В них поддерживается оптимальная температура воды, а также установлены устройства, подкармливающие рыбок каждые несколько часов. Помимо этого, работники регулярно анализируют состояние осетровых с помощью УЗИ. Если у какой-то рыбы уже имеется своя икра, и если работники считают, что рыба готова, то ее отправляют на зимовал. Так называют резервуар с холодной проточной водой. Рыба живет там два месяца, голодая и промерзая. К сожалению, это необходимый этап, ведь именно такая жесткая зимовка помогает устранить посторонние запахи и улучшить качество икры. Стоит отметить, что на хороших фермах и фабриках рыбам не дают никаких инъекций, которые могут ускорить появление икринок или увеличить их размер. Чтобы икра была хорошей, все должно пройти максимально естественным образом. После зимовки рыбе еще раз устраивают проверку. Необходимо убедиться, что икра точно созрела и имеет нужное качество. Для этого рыбу немного надрезают и смотрят икринки. Если их размер меньше трех миллиметров, рыбу выпускают обратно в холодный бассейн. Дозревать. Если же размер и качество подходящие, икру вынимают, а рыбу забивают настолько гуманно, насколько это возможно. Икру взвешивают, сортируют по цвету, размеру икринок, прочности оболочки, запаху и привкусу. Далее икру промывают, чтобы освободить ее от пленок и в принципе убрать все ненужное. Промытую икру быстро переносят на сито и ставят для стекания воды, а затем передают на посол. На хороших фабриках черную икру солят совсем чуть-чуть, чтобы лишь немного законсервировать ее и продлить ее жизнь. На плохих икру могут засолить и законсервировать так, что та потеряет всякий вкус и качество. Сразу после посола икру проверяют в лаборатории на наличие вредных элементов и микроорганизмов, оценивают ее консистенцию, цвет, запах, вкус. На каждую партию икры выдается протокол испытаний. Это гарантия качества и безопасности продукта. Когда все этапы пройдены, продукт расфасовывают в стеклянные и лакированные металлические банки. Они укупориваются на вакуум закаточной машине и отправляются по магазинам и ресторанам. В мире существует множество подобных ферм. В крупных странах порой может насчитываться до 100 ферм, производящих икру. А есть суперфермы, как, например, Аграитика Ломбарда Групп. Она находится на севере Италии и считается мировым рекордсменом. Одна лишь эта ферма производит по меньшей мере 15% от всей икры в мире. В том числе тут производят и икру из белук-альбиносов. За прошлый год в мире было произведено 600 тонн икры и более 10% заслуга этой фермы, а также нескольких других итальянских фабрик. Масштаб фермы поражает. Тут есть целые озера и реки, а не просто бассейны и резервуары, установленные под крышей. В этих реках выращивают самых разных представителей осетровых. Некоторые из них могут достигать 4 метра в длину. К слову, осетровые в целом считаются одними из самых больших пресноводных рыб планеты. Бывали случаи, когда люди вылавливали белук массой более полутора тонн. На ферме соблюдаются все главные стандарты. Также тут очень благоприятный климат. Здесь живут рыбы разных поколений, от молодняка до взрослых, которым уже около 20 лет. Именно этих взрослых и используют для производства черной или белой икры. В остальном процесс производства здесь такой же, как тот, про который я вам рассказывал. Все на высшем уровне. Когда вы уже послушали про икру и увидели, как ее производят, осталось узнать, как ее правильно есть. Казалось бы, что тут узнавать? Берешь ложку, черпаешь и ешь, или намазываешь на что-нибудь вкусное. Однако это неправильно. Если точнее, то подойдет не каждая ложка. Стандартная серебряная, например, не особо годится. Во-первых, она может повредить или порвать икру. А во-вторых, этот металл может изменить вкус икры, и она не раскроет свой вкусовой потенциал в полной мере. Правильнее брать икру специальной ложкой. Этот столовый прибор изготавливается из таких инертных материалов, как перламутр, золото, рога животных, стекло, хрусталь и дерево. Никаких окислений, изменения вкуса и прочего с такой ложкой произойти не должно. Такой ложкой икру можно положить на какую-нибудь закуску или же на руку и есть прямо оттуда, будто вы слизываете соль перед тем, как выпить текилу. Считается, что тепло тела раскрывает аромат, и человек может прочувствовать все оттенки вкуса этого деликатеса. Далее предлагаю отправиться в океан и посмотреть на пугающих существ, которых удалось заснять на камеру. И начнем мы сразу с кадра, который мне прислал подписчик. По его словам, это произошло где-то в Австралии во время рыбалки. Его друзья занимались ловлей рыбы, как вдруг из-под воды возникло вот это ужасающее существо. Оно было похоже на гигантского кальмара, который собирался съесть людей, но, к счастью, все обошлось, и создание мирно опустилось обратно на глубины. Безусловно, это фото вызывает много вопросов. Как оно вообще было сделано? В каком именно месте это произошло? Есть ли какие-то свидетели? И так далее. Но ответов пока нет. Поэтому я предлагаю вам написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Верите ли вы в этого огромного кальмара или, по вашему мнению, перед нами фейк? Мистер Ужасная Клешня Думаю, что никакого дополнительного вступления или объяснения сути существа вам не нужно. Все сразу поняли, что у этого рака что-то не так с его клешней. Ну а если точнее, то у него вместо нее огромная, относительно его размеров, бензопила. Причем, что удивительно, именно из-за этого ученые до сих пор не могут понять назначение этой клешни, так как размеры не позволяют использовать ее по привычному для ракообразных назначению. Единственное предположение на этот счет, которое есть у ученых, это то, что клешня необходима раку для просева ила, поскольку он ведет образ жизни падальщика. В любом случае, к счастью для обычных любителей морей и океанов, встретить такое чудо нам не удастся. Обитает этот рак где-то в пятистах метрах под водой. Хотя правильнее будет сказать – выживает. Дело в том, что он абсолютно слеп. Для ориентации это необычное существо использует длинные усики антенны и сенсиллы, своеобразные волоски по всему телу. Дай-ка посмотреть. Когда люди опускаются под воду в специальных клетках, они хотят лично встретиться с опасными морскими хищниками. Например, с теми же акулами. Эта встреча приносит уйму адреналина, пусть даже людей и акул отделяет клетка. Тем не менее, есть экстремалы, готовые встретиться с хищниками лицом к лицу без каких-либо преград. Именно такой человек и вел эту съемку. В какой-то момент акула на видео подплыла к нему так близко, что она едва не проглотила камеру. Но все обошлось, и рыба уплыла по своим делам. Не знаю, как вы, но я бы на такое погружение точно никогда не решился бы. Идиакант. Кому-то тот рак бензопила покажется даже милым, а к акулам люди более или менее привыкли. Мистика тоже берет далеко не каждого. И именно поэтому я решил показать вам того, кто наверняка заставит ужаснуться даже самого невпечатлительного зрителя. Это существо зовут Идиакант, и оно обитает на глубине до двух тысяч метров. Думаю, что если бы эта рыбешка снималась в фильмах, она бы определенно получила Оскар за лучший грим, при этом не имея вообще никакого грима. Однако, как по мне, ее особенность даже не в этом пугающем внешнем виде. Рыба не имеет никакой чешуи, зато покрыта особой уникальной слизью. Эта слизь светится в темноте, а покрыты ей сразу и рот, и глаза, и многие другие части тела. При помощи этого рыбка, скажем так, гипнотизирует остальных подводных жителей. Ее тело переливается. Кроме того, у Идиаканта имеется и встроенная удочка, из-за чего рыба определенно занимает все топы по глубоководной охоте. Причем так называемая удочка находится прямо у нее под носом, в прямом и переносном смыслах. Она все так же светится, из-за чего рыбы, сами того не понимая, попадают в ловушку в мгновение ока. Но самым страшным у этого существа является не какая-то часть тела. Отдельно хотелось бы выделить самок. Обычно в дикой природе самки просто крупнее самцов, порой они могут их съедать, ну и так далее. Однако здесь матушка природа постаралась действительно на славу. Она одарила самок Идиаканта кривыми, как почерк врача, зубами и вечно открытой пастью, из которой они торчат. Смотрится это просто безумно крипово. Да уж, ни один самец точно не захочет перечить самки с таким пугающим видом. Зубастик. Думаю, все фанаты футбола сразу вспомнили одного известного бразильца с таким прозвищем. И, как вы понимаете, вспомнил о Роналдо, и они просто так. Рыба, о которой сейчас пойдет речь, по всей видимости, была выведена от него. Она такой же мертвой хваткой цепляется за добычу, как великий футболист за мяч, ну и, конечно, имеет необычную форму зубов. Со столь неординарной рыбкой можно провести еще много разных параллелей, но суть вы уже уловили. Это рыба-зубатка, и у нее очень красивая улыбка. Настолько ослепительная, что даже вот этот краб ничего не успел понять, как уже оказался у нее в зубах. Причем выбраться из них вообще не представляется возможным, каким бы сильным рвением к жизни добыча рыбы не обладала. Взрослые особи настолько сильные, что запросто перекусывают рыболовный багор или черенок лопаты. Также зубатки щелкают своими челюстями раковины и панцири, как орехи. В таких условиях рыбе приходится менять зубы один раз в год. Обычно это происходит зимой, и вместо выпавших зубов вырастают новые, которые уже через полтора месяца смогут в полной мере выполнять свои функции. Можете посчитать сами, сколько таких циклов выпадения и нового вырастания проходит зубатка, ведь если рыба не попадается в сети рыбаков, она, по словам специалистов, может прожить до 20 лет. Иди-ка сюда. Именно так сказал осьминог на этом видео, и прицепился к человеку всеми своими десятками присосок. Всем понятно, что существо пыталось атаковать дайвера, но из-за слишком большой разницы в размерах этого сделать не удалось. Скорее наоборот, такое нападение сыграло дайверам лишь на руку. Они получили незабываемые эмоции и уникальные кадры. Хотя, погодите-ка, может это вовсе и не нападение было? Быть может, осьминог использовал человека как самый обыкновенный автобус, прицепился к нему, проплыл некоторое расстояние и сошел на нужной ему остановке, ускользнув между камушками на дне. Морская щучья собачка Эта лучеперая рыбка обитает в щелях и трещинах подводных скал. Она имеет, мягко говоря, необычный внешний вид и почему-то созвучна со всем нам известными домашними питомцами. Но в чем же суть? Почему рыба получила такое название, если во внешнем виде у них буквально ноль сходств? Что ж, сейчас расскажу. Все дело в характере морской щучьей собачки. Она довольно агрессивна. Защищая свою территорию, она может напасть даже на дайвера. Но в силу своих небольших размеров, нанести серьезного вреда человеку не может, разве что порвет своими зубами костюм аквалангиста. Тем не менее, она сделает все, чтобы напугать нежданного гостя. Ровно это, к слову, и произошло на нашем видео. На сей раз две щучьи собачки столкнулись лицом к лицу и стали проверять друг друга на стрессоустойчивость. Каждая из созданий поочередно открывала свою пасть и изо всех сил пыталась напугать соперника, издавала звуки, динамичные вибрации, а также совершала некоторые рывки. В конечном итоге ни к какой драке это не привело, но предпосылки к ней определенно были. Зато где дело дошло до экшена, так это в схватке с крабом. Хотя схваткой это едва ли назовешь. Малыш стал настолько легкой добычей для щучьей собачки, насколько это вообще возможно. Она проглотила его за один ловкий рыбок. Максимум, что тот ей сделал, так это посидел в ротовой полости пару секунд, доставив мини-дискомфорт. Оно и понятно. Крабик имел мизерные габариты, а пасть рыбы способна раскрыться гораздо шире собственной головы, оголяя необычную челюсть, покрытую множеством заостренных зубов. Если вы не хотите повстречать столь криповое существо, то просто не приезжайте в Мексику и не опускайтесь под воду на глубину более 70 метров. Все просто. А на этом все. Напишите в комментариях, какая рыба удивила вас больше всего, а также ставьте лайк и подписывайтесь.